У меня звонит телефон, мама звонит, я думаю, надо ответить. Отвечаю, Миша, у тебя 100 баллов по географии, ты вообще об этом знаешь? Я говорю, да? Ну ладно. Я на самом деле не рассчитывал на 100 баллов. Я думаю, будет в районе 90. География – один из любимых школьных предметов Михаила Шевчука. Выпускника лицея номер 7. Эта наука заинтересовала его еще в средней школе. Михаил с интересом посещал не только уроки, но и дополнительные занятия по географии в лицее. Учителя вовремя заметили интерес парня к предмету. Где-то с класса 6-го, как я к ним пришла, ему понравилась география, он занимался чуть постальше, стал участвовать в Олимпиадах. И он не один раз становился призером регионального уровня. В этом году он стал победителем подмосковной Олимпиады. Поэтому объем знаний у него, конечно, был большой. Знания пригодились и на итоговой аттестации. Парень решил сдать ЕГЭ по географии и не ошибся с выбором. Добился заветных 100 баллов, о которых мечтает каждый выпускник. Мои родные меня достаточно хорошо поддерживали, направляли. То есть свое направление, на которое я сейчас стремлюсь попасть, было, так скажем, инициировано моими родителями. Ну, отчасти, то есть мне сказали, выбирай, но как бы уже выбирай посерьезнее, потому что уже пора думать. То есть это где-то в классе, в начале 10-го класса, может, летом после 9-го. Он решил стать инженером-конструктором. И нужно отметить, что необходимые для поступления экзамены по техническим предметам Михаил тоже сдал хорошо. В 7-м лицее он обучался все 11 лет, а последний год в новом корпусе на улице Шмидта. Новый корпус – это, конечно, замечательно. 23 человека в классе было, из них 20 человек – мальчики. У нас было три девочки в классе. Ну, понятно, что у нас взаимопонимание, взаимопомощь. Общались мы достаточно хорошо с ребятами. Надо готовиться, то есть посмотреть, какие бывают задания, какие бывают типы, на чем могут, так скажем, ловить детей, ну, чтобы на невнимательности в основном. Школа воспитывает ответственность, считает Михаил. Качество – это нужное. Тем более для того, кто решил связать судьбу с весьма непростой профессией инженера. Самое главное – найти свое призвание в жизни и не забывать про увлечения, такие как география, например.